мы с вами вспоминали компьютерную игру дьявола в 90-х годов да то есть времен моей молодости там на одном из уровней вот там спускался как герой там с топором спускался ниже 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 и рубал всякую нечисть на одном из уровней он попадал в коридоры где были горгулий такие вот как только герой их освещал они оживали начинали двигаться на него даже нападали стоя ему отойти они замерзали возвращаясь от горгулий к реалиям вот у нас мне вот нашего власти мне напоминают вот таких горгулий вот когда их особенно хорошо тыкают под задницу каленым прутом они вздрагивают начинают что-то делать чуть-чуть полегче стало то есть там зарубцевалась там вот как бы не так активно они тут же просто замерзают и пытаются делать все так же как они делали до того например вот этого всего это подготовка освобожденных районов к зиме где просто критическая ситуация складывается абсолютно критическая ситуация и те бодрые реляции которые по сми прошли о том что там готовность там под сто процентов как всегда у нас вы что творите люди просто начальники вообще понимаете вот просто степень несоразмерности и людям как выживать в этих условиях не но это не это как бы не адекватность там полная изначально было вот возьмите например открыли они сауру могилу хорош комплекс да ну все мы там все чтим понимаем но ребята слушайте вы потратили на сауру могилу во первых почему за 8 лет нихрена не сделали у вас же было 8 лет там пушилин украл два три раза украл я даже не хочу знать кто там что там делал пушилин там или еще кто речь о другом началась спецоперация куча там куча развалин везде вы решили что сделать да в этой ситуации вы решили построить мемориал сауру могилу слушайте вы нормальные вообще люди вместо укрепления вместо восстановления как бы жилья там жкх еще чего-то вы тратите дефицитные ресурсы дефицитную технику для того чтобы читать часы а это же легче легче повесить доску судоплатову где-то в мариуполе помимо милитополе чем отремонтировать хотя бы один жилой дом намного легче согласитесь и отчитаться вот посмотрите как но это называется неадекватность ребята идет война это называется абсолютно неадекватность людей которые не понимают вообще то что как бы происходит последствия этого еще один частный случай тут в голос начали кричать когда людям оставляемые села предлагаются эвакуироваться как хотите называется это вообще как называется вообще просто вот я не знаю кто будет смотреть компетентные органы администрация президента вы поинтересуетесь что-то что там творится вот те кого там поставили что люди которых нужно ну условно говоря антарец пирсона водить выводить в режиме муму мы возвращаем товарищи руководители ответственные возвращаемся к тому что рука руку моют рыба гниет с головы пока внизу не увидят что верхних начальников которые требовали отчетности и наплевать на реальность не будут за это бить никто ничего делать не будет все будут идти по пути наименьшего сопротивления все будут искать дураков которые за них будут делать бесплатно их работу как-то и отчитываться работы этих дураков только дураков очень мало таких осталось вот в этом проблема первую вторую чечню вытащили на людях то есть большинство офицеров честно служила большинство чиновников работала в неахтиках но работали хотя бы относительно честно а если и воровали то свободное от работы время не забывали о работе да не забывали о работе а при владимира владимировича скажем прямо за 20 лет даже при ельцине такого не было выросла прям плеяда чиновников которые каждый под себя пирамиду такую же построил которые вообще ничего не умеют и не хотят делать если владимир владимирович это не собирается менять но ничто не спасет ни владимира владимировича не страну есть будет смешно если мы проиграем войну украине но если они поставили на все посты коммерсов да ну они как бы они не из этой оперы они не не хотят и не умеют воевать зачем это надо они коммерс вообще по жизни они не коммерсы это даже не по нет на войне же еще и заработать же можно и в день даже здесь главная задача была бабки сделать правильно вот и делают на войне делают бабки мы хотели от вас все-таки услышать как бы что нам надо делать военном отношении какие необходимые совершенно срочные меры необходимо нам сейчас принимать чтобы даже после условно говорят это критических пар и тройки недель когда мало что вообще можно делать а может быть и в эти три недели подскажете что-то нам не продолжить забег государственной границы старой государственной границы российской я думаю что критический срок через месяц не закончится потому что там начнется следующий критический срок это касается напрямую плацдарма на право обережья это ледостав с учетом разбитых переправ то сторона прекрасно знает я могу привести пример исторический очень тяжелый называется невский пяточок и соответственно острый период когда я надеюсь что наши удержатся на острым периодом самым самым наиболее критичным в отношении плацдарма на право обережье это начало января то есть конец декабря начало января то есть до того как давайте уточним на днепре в это время толстого льда нет то есть того льда который допустим было на невском пятачке что позволяло снабжать прямо по льду не будет будет тонкий лед который с одной стороны будет препятствовать проходу судов ну невозможно это не ледоколом там ходить условно не усиленный а с другой стороны по этому самому льду провозить ничего будет невозможно по нему в принципе да вот да это очень серьезная проблема при полном отсутствии как говорится понтонных переправ поскольку сейчас все фактически мостов обычно до мостов и понтонных мостов тоже нету то есть переправа осуществляется паромами в условиях тонкого льда скажем так до ну до 20 сантиметров они уже ходить не смогут а по этому льду никакая серьезная техника никакие серьезные грузы возить будет невозможно если же опять же как построю было в советское время будут построены ледяные мосты то есть за счет на то пара хаймерсов и нет этого ледяного моста и все да я уйди кстати я об этом не думал я пока еще так далеко не заглядывал да причем не заглядывал стоял на то еще удержать извини херсу второй вопрос который получается ну я думаю что первых силы укров они тоже в значительной степени иссякают потери достаточно серьезно и в принципе как бы это по многому они бьются особенно вот даже комментарии что те цифры которые были сводках коношенкова обычно как бы мягко говоря к ним ироничные отношения тут практически так близко к тебе близко к реальности заявлено было но вопрос другом заключается что силы на рывок есть рывок они в любом случае предпримут рывок будет зависеть от не просто скажем так с точки зрения выгодного направления они смотрят ведется разведка они считают оптимальные варианты где ударить и соответственно где они могут получить успех это будет определяться даже не столько их оперативными замыслами сколько скажем так недостатками уже наших то есть где что упустят где что не кажется резервов и прочее и ключевым фактором парирования этого всего с учетом того что разреженное построение войск во-первых никаких проблем на тему того чтобы закрыть промежутки вот между теми сам парни опорными пунктами этих проблем нет берем например тех же тех же самых немцев начало 42 года когда они систему обороны подмосковье когда они остановили наше контрнаступление они строили в деревнях но нужно учитывать что тогда практически без леса местность было то есть леса уже выросли уже послевоенный период малоземелье крестьянской малоземель и практически деревни были ну на виду друг друга на расстоянии визуальной видимости и они сплошной системы траншеи у них как правило там не было они строили сопирались на деревне соответствующим перекрытием огнем средствами обнаружения прочим 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 на что сейчас можно сделать сейчас это есть соответствующие решение озвучивать сейчас не хочу соответствующим начальником сказано было эти решения даже серийно выпускать не надо требуется определенная экстренная доработка определенных вещей и что называться они должны быть там то есть проблема вот это прорыва в промежутках она абсолютно решаемо и дико непонятно почему то не сделано до сих пор всему вероятно в силу того что соответствующую структуру гнештаба они находятся в состоянии в прострации на тему того что делать вторая да максим сейчас сразу критику на виду успех немцев в том что они сумели остановить наше наступление такими вот системы опорных пунктов было в том что у наших войск на определенном этапе кончилась техника боевая артиллерия запасы скорее даже здесь в данном случае у противника количество техники нарастает с каждым месяцем то есть может быть живая сила у них истачивается с каждым месяцем у них все больше и больше танков все больше больше пушек все больше больше следующая составляющая это состояние нашей авиации армейской истребителя бомбардировочной я приведу вот сосулюсь на видео она достаточно много шума надела в наших телеграм-каналах где су-34 атакует бомбами переправу в районе ингульса то есть он заходит даже не так как заходили и вы во время войны он заходит как вот гораздо выше заходил то есть сразу видно вот я когда это видео увидел одна знаю но с очень большой вероятностью у него неисправен радиолокационный прицел скорее всего выходили в атаку по оптическому прицелу видимо промахнулись по мосту это при всем том что су-34 например те же самые фаб 500 не управляемый фаб 500 он очень точно ложит при применении оружия из-под радиолокационного прицела и это вопрос который я ставил на рой тв неоднократно что у нас ремонтом су-34 из-за чего получилось из-за бюрократических согласований это было передано с ленинца на тот же самый заслон или на ленинце были стенды специалисты и прочее еще раз повторюсь главный конструктор этого самолета а это не просто какой-то самолет из списка многих на данный момент это ключевая ударная сила наша в операцию на украине это значение еще более будет возрастать с украшением погоды опять же силу наличия всепогодного комплекса управления огнем на основе радиолокатора главный конструктор он однозначно оценивал это как резкое снижение боеспособности парка су-34 решение лишит на поверхности срочно восстанавливать все исходное специалисты есть срочно восстанавливать боеспособность парка су-34 раз второй вопрос использование самолетов самолетов радиолокационной разведки масса у нас есть возможности по этому поводу та же самая например у нас разведчики ту-214 еще ряд других у нас министерство обороны соизволили применить только в полгода более чем полгода спустя после начала свого то есть а до этого толпа укровских танков спокойно катались как стал но абсолютно не пуганы то есть введение нормальных комплексной разведки на соответствующую глубину на оперативных технические возможности у нас есть их просто не применяли вторая составляющая которая идет это средства управления я не могу сказать были ли исправлены по этому ошибки доставлены они в зону боевых действий или нет но у нас ряд достаточно эффективных средств управления войск были просто изъяты перед началом и свого под предлогом того что они их могут там просто утратить потерять вот просто-напросто этот вопрос он поднимался самом начале свого в ряде каналов как волна информационная прошла я честно говоря был уверен что все это дело вернули ну несколько несколько месяцев назад я с удивлением узнал что оказывается вас и ныне там и здесь вопрос уже возникает просто-напросто необходимости расстрелянного взвода в районе там фронтовской знаменки знаете максим вывод как бы заходите на су-34 на какие-то там системы там как их на западе авакс называли да ну а у нас получается знаете элементарно что у нас мин противотанковых противопехотных войсках фактически нет а если они есть то они их никто не умеет толком ставить и никто не контролирует постановки этих мин мне как вот из-под донецка рассказывали выдают противотанковые мины лишь бы отделаться выползают набрасывают даже не закапают и не маскируют ну проблема с теми же сам картами минных полей и прочими то есть разучились ставить мины даже не то что карты минных полей просто мины разучились ставите никто не контролирует а вы знаете игорь иванович это на этом поводу я скажу вот у меня книжка нет я просто свою мысль довожу вот немцы тогда когда вы правильно приводили вот под той же самый где они под ржевом да то есть где они под ржевом под вязьмы то есть они вот все минировали все все что только можно вот эти все свои в снег прямо они ставили эти мины больших количествах и держались там между этими поселками гоняли мобильные резервы когда те отрезали то есть а у нас вот пожалуйста объехали вот эту золотую балку со старой полями и ни одной подрыва ничего нету мин не было поставлено вот у нас сообщили что наконец-то в сватово появилась инженерная техника которая начала рыть окопы то есть которая начала рить окопы что-то там строить срочно тот момент когда противник уже к сватово фактически подошел попри все ми шановні глядачі вистояли і обов'язково переможемо бо разом ми сила підпишіться на канал ставте вподобайку пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію